Всем привет дорогие друзья с вами Макс и мы продолжаем сборку нашего нового проекта 3d принтер с кинематикой Corex Y. Это большой принтер с большой областью печати и с качественными комплектующими. В предыдущем видео я рассказал о комплектующих, которые будут использоваться в нашем принтере. Были они куплены в трех основных магазинах это Mellow Store, Mechanical Pad Store и Big3Tec. Но для установки наших комплектующих нам понадобится соответственно каркас. Раму для нашего 3d принтера я спрактировал под V-slot образный профиль. Внешне он мне больше нравится чем станочный, а по цене он особо не отличается. Единственная разница в цене только между анодированным и не анодированным, то есть с покрытием или без. Поэтому я выбрал без покрытия, чтобы немножко сэкономить. За все это дело я заплатил 55 долларов, что в принципе немного. В Китае если бы я заказывал такую порезку, она бы обошлась в 150-200 долларов, что естественно очень много. Этот профиль мне порезали в магазине Alushop. Это украинский магазин. Надеюсь, что качество порезки здесь намного лучше, чем в предыдущем магазине. Для проверки точности нашего профиля будем использовать вот такой отвлекальный уголок. Тоже был куплен в Китае специально для нашего проекта, чтобы можно было выставить идеально угол 90 градусов или же проверить комплектующие. Обратите внимание, зазоров никаких нет. Все очень хорошо. И это огромный плюс. Проверяем точность порезки нашего профиля. И посмотрите, друзья, должно быть 450. Обратите внимание, длина у нас ровно 450 миллиметров. Как видите, друзья, порезка очень точная. До этого мне резали в другом магазине с погрешностью в 1 миллиметр, представляете себе. Они мне просто сказали, ну извините, у нас просто так режет пила. Это происходило, когда я делаю увеличение области печати для Render 3. Никаких зазоров нет. Качество порезки великолепное. Перевернем. И вот здесь мы видим небольшой перекосик. Несмотря на это, мы все равно будем использовать уголки, так как они добавят нам надежности, жесткости и выставят угол 90 градусов очень точно. С порезкой профилей мы разобрались. Никаких претензий у меня к магазину нет. Единственный вопрос у меня к магазину, почему они мне порезали вот эти вот уголки длиной по 500 миллиметров, когда я заказывал по 300, то есть два штуки. Остальное все можно было порезать таким угодно, но они мне все порезали на 4 части. В принципе для меня это не страшно, у меня есть пилка по металлу, я могу отпилить сколько мне нужно, но все равно неприятно. Поэтому старайтесь сделать заказ именно в письменной форме на электронную почту, чтобы не было вот таких вот косяков. А теперь, друзья, давайте начнем сборку нашего каркаса. Для этого мы будем использовать Т-образные гайки и вот такие вот купленные в Китае уголочки. По цене они в разы дешевле, чем здесь по месту в Украине. Один из подписчиков написал, что внутри данных ШВП нет подшипников, то есть стоит просто второпластовая пластина. И их нельзя называть вообще шарико-винтовой передачей. Я решил это проверить, разобрал их, посмотрел. Внутри действительно есть подшипники. Сделано очень качественно и добротно. Помучался, правда, немножко со сборкой, но при этом получил бесценный опыт по сборку данного ШВП. Если вам это интересно, могу сделать отдельное видео, как их разбирать, смазывать и собирать обратно. Кстати, после пересборки и смазки он работать стал намного легче. Видите, под своим весом опускается. Прекрасная комплектующая. Она отлично будет выполнять свои функции на моем принтере. Я уже собрал некоторое количество уголков. Установил винты М4-10 и Т-образные гаечки. Первым делом соберем основу. При установке уголков обязательно проверяйте, чтобы наши Т-образные гайки хорошо проворачивались. Иначе эти уголки просто выпадут из вашего профиля. Ну и вот, друзья, мы собрали с вами основу. Ничего сложного нет. Здесь главное не спешить. Выставить идеально перпендикулярность 90 градусов. Не стоит забывать, что при порезке данного профиля используется торцовочная пила, которая не дает идеальной перпендикулярности 90 градусов. То есть на такой большой длине могут быть отклонения. Поэтому уголками мы это все красиво выравниваем. Обязательно делаем контрольный замер нашей геометрии. Ради интереса давайте замерим перпендикулярность. Есть небольшое отклонение. Это связано с тем, что все-таки это не фрезерованный профиль. Благодаря уголкам мы получили 90 градусов. Итак, друзья, мы собрали нашу раму. Она получилась очень жесткой, надежной. Нигде не прогибается. То есть уголки работают просто великолепно. Все очень хорошо зафиксировано. Здесь очень важно подойти к этому вопросу очень серьезно, щепетильно, не спешить и выставить идеально угол 90 градусов. Иначе у вас потом могут возникнуть проблемы. В данную конструкцию можно добавить еще несколько таких вот уголков, чтобы увеличить жесткость. Но, как оказалось, у меня не хватает Т-образных гаек. Поэтому нужно для этого проекта покупать как минимум три, а то даже четыре комплекта ТГА в Китае. В Украине они будут стоить, конечно, на порядок дороже. Но чтобы не мучить вас с ожиданием, я, естественно, переплачу и куплю их здесь по месту. Завтра, кстати, иду к своему родственнику собирать 3D принтер Tronxy X5SA. Наконец-то он пришел из Китая спустя два с половиной месяца. Заодно мы сравним мою конструкцию и Tronxy и сделаем небольшой короткий обзор именно по этому 3D принтеру. Что касается нашего проекта, то в следующем видео мы с вами поставим вот такие вот линейные валы с подшипниками ЛМК. Кстати, очень классные подшипники от магазина Mechanical Podstore. Также установим два ШВП и с помощью уголков и профилей соберем каретку нашего стола. Если время позволит, то, возможно, поставим еще рельсы ГН-12. Я стараюсь видео делать не очень длинные. Не растягивать их на полчаса, на час, на два, для того, чтобы новичкам и теми ребятам, которые хотят повторить этот проект, было легче усваивать информацию. Ну и к тому же под видео вы пишете очень много отдельных интересных советов. И за это вам огромное спасибо. Это очень сильно помогает решать задачи, которые возникают в процессе сборки. Надеюсь, друзья, вы также получаете удовольствие от сборки, от данного проекта, потому что на самом деле это лего для взрослых. Это очень интересно, захватывающе, особенно когда это все получается. Когда не получается, ты получаешь бесценный опыт, наступаешь на грабли и снова идешь в боль. На этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. А с вами был Макс. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok